Очереди из машин у армянской границы не заканчиваются. Некоторые из этих людей провели здесь в ожидании уже несколько дней. Они хотят оказаться в безопасности. Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Все государственные учреждения и организации, самопровозглашенные НКР, должны прекратить свое существование к этому моменту. Для этих людей это означает, что пути назад нет. Военная операция Азербайджана заставила тысячи этнических армян в Карабахе покинуть свои дома, оставив там всю свою жизнь. Маргарита Саакян — одна из них. Ее семья из 12 человек бежала из своей деревни при первых ракетных ударах. Они укрылись в этой гостинице в приграничном армянском городе Горис. Так сразу началось, потому что никто не ожидал из-за этого бомбежки. Мы сразу ночью бомбили. Мы хотели бежать, но где не знали. Хотели бежать в лес. Потихиться, потом придем. Но сказали, что надо выбираться оттуда. Мы так и бежали, ничего не взяв. В четверг, 28 сентября, армянские власти заявили, что число беженцев из Нагорного Карабаха превысило 65 тысяч человек. Это более половины армян, проживавших в регионе. МИД Германии, в свою очередь, выразил озабоченность ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией. Говоря о возможных санкциях в отношении Азербайджана, официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер заявил, что сравнивать Карабахский конфликт с вторжением России в Украину некорректно, и что подобные вопросы решаются на уровне ЕС. Важно, чтобы мы, как Европейский Союз, продумали о подобающей реакции. Очевидно, что Азербайджан несет ответственность за проживающее в Нагорном Карабахе гражданское население и за их полную надежную защиту. И что в этом Азербайджану будет дана оценка, и в этом вопросе могут сыграть свою роль санкции. Тем временем служба госбезопасности Азербайджана заявила, что экс-глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован по решению суда. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Финансирование терроризма, участие в создании незаконных вооруженных формирований, а также незаконное пересечение границ Азербайджана. Отметим, что нынешнему началу боевых действий в регионе, которые продлились сутки, предшествовала девятимесячная блокада Нагорного Карабаха Азербайджаном. Она началась еще в декабре прошлого года. Маргарита и ее семья пострадали, как и вся самопровозглашенная республика, поскольку они были отрезаны от внешнего мира. Но ни муки, ничего нет. Ни муки, ни песка, ничего. Еды не было, кофе не было, детям ни молоко, ничего. Как можно было жить так? Большинство беженцев нашли приют здесь, в Горисе. Всего в 30 километров от своих деревень. Несмотря на то, что официальный Баку обещал гарантировать безопасность этнических армян, Маргарита уверена, у нее не было другого выхода, кроме как уехать. Вполне вероятно, навсегда.